Мы рассмотрели с вами трудности. Сколько их было? Три основные. Какие? Первое. Мы тратим себя больше, чем все остальные христиане. Мы больше себя тратим. Мы говорили, что многие люди не хотят жертвовать, но поэтому мы называем себя служители Иисуса Христа. Мы служители, потому что мы приняли добровольное решение, что благодаря тому, что Бог делал для нас, мы хотим отдать себе на служение другому. Второе. Больше атаки и нападения со стороны сатаны руководителям. Если вы видите церковь или группу, если там есть глава, дьяволу, конечно, больше интересует вас, чтобы отрубить голову. Когда он это сделает, он знает, что тело бесполезно без головы. Поэтому, как лидеры, есть центр атак. На вас больше всего направлено атаки дьявола. Поэтому мы, как верующие, мы с вами должны понять, что все мины, такие масштабные, все сторонние атаки на наших лидеров. Нам не надо помогать дьяволу в этом деле. Нам не надо добавить свои атаки к атакам дьяволов. Поэтому очень некорректно, когда мы, как христиане, критикуем наших лидеров. Мы можем им советовать, но верующие не призвали быть судьями или критиками. Потому что без нас у них слишком много атак от дьявола. Без нас у них слишком много искушений, слишком много нападков, которые вы можете даже себе не представить. Увидите их, что они выходят на сцену всякий раз, потому что они не лежат. Вы не замешаете атаки. Но в итоге не захотите, чтобы они лежали. Мы не нападаем, это дьявол нападает. Если мы нападаем вообще, мы нападаем только на одного личности. На дьявола самого. И третье. Неблагодарность и отвержение. Вы служите человеку. Вместо, чтобы он руками и ногами тебя воспринял. Он, наоборот, делает вам еще хуже, чем кому-то постороннего. Но жизнь такая, что поделаешь. Слава Богу, за неблагодарность от человека. Потому что за это стоит благодарность от Бога. На этот раз мы приходим к более серьезной такой теме. Сегодня мы посмотрим опасности духовного руководителя. Вы видите, быть лидером в такой церкви, как в нашей большой церкви, это быть сильным. И быть лидером за это значит, чтобы каждый лидер был сильным, достаточно сильным. Чтобы вести себя за себя и нести еще бремя от других людей. Я разговаривал с одним человеком, он говорил, что в нашей церкви очень трудно жить. Самые трудные, самые сильные выживали. Хорошая церковь, очень сильный бизнес. Но я помню, когда у нас было 50 человек, тогда было очень так легко, так каждый обращал внимание, так ласково. Но теперь тебе придется самому это делать другому человеку. И себе так же. Это сами сыны и проще выдерживать. Поэтому в такой церкви надо, чтобы хотя бы лидеры, быть сыны. И мне заинтересованы, чтобы вы были сыны. Я верю, что если вы будете не только слушалами слова, но и делателами, что Господь укрепит ваше внутреннее ваше новое, и вы будете сыны в Господу и Его благодатью во имя Иисуса. Опасности духовного руководителя. Первая опасность – это одночество. Есть такая опасность. Опасность – это не то же самое, как трудность. Трудность – то, что естественно бывает. Опасность – это то, что грозит. Это то, что возможно случится. Это то, что возможно пойдет против руководителя. Это опасность. Ты можешь отстригаться от этого. Ты можешь уйти от этого. И это не обязательно, что каждый лидер проходит через это. Но опасность существует. И если мы будем знать, что эта опасность существует, мы должны контролировать себя. Это опасность очень серьезная. Опасность – одиночество. Есть причина для одиночества в жизни лидера, когда я начал изучать жизни генералов, мужей Божьей. И когда я видел, что многие из них умирали в одиночестве, я просто был шокирован, я был очень удивлен. Опасность – это одиночество. Допустим, я не представляю себе, почему это должна быть опасность для руководителя. В его окружении много людей, особенно духовный руководитель, руководитель церкви. Как он может быть одиноким, когда в веке он принимает постоянно людей? Но история нам доказывает, и факт показывает о том, что многие духовные руководители, многие мужи Божьи, которые Бог использовал, то в конце их жизни многие из них умирали именно в одиночестве. Они страдали, даже когда они были перед аудиториями и так далее, они страдали от женского одиночества. Они выходили и возвращались домой и плакали одни подушкой. Что приводит к таким вещам? Что приводит к одиночеству в жизни руководителя? Люди окружающие все равно. Во-первых, первое, что приводит к одиночеству в жизни лидера, это то, что их стараются обычно оберегать от лишних и посторонних контактов и отношений. Потому что обычно к ним стремится очень много людей. Они слишком общественные личности. Люди постоянно тянутся к ним. Но из-за того, что они понимают факт этот, и их помощники понимают, им нельзя так работать. Если они будут людьми каждый раз, то они будут очень устали. Они не смогут выполнить свои задания. С одной стороны. И с другой стороны, потому что им надо тоже быть с Богом. Время с безбогом. Поэтому люди стараются создать вокруг себя такую атмосферу, чтобы их не беспокоили. Из-за этого это доходит до такой степени, что они изолируют себя. Даже люди, которые вокруг них, не могут с ними общаться нормально. Они не имеют друзей, как таково. Они имеют только заработники. И они удаляются так. Но с другой стороны, почему они еще ставят людей подальше у себя? Потому что когда ты начинаешь быть близко к человеку, слишком близко к человеку, есть такая поговорка по-английски, что близость приводит к пренабрежению. Слишком близкое знакомство приводит к тому, что ты начинаешь терять авторитет. Люди начинают к тебе относиться не как по мозгу, по небратству. И из-за этой причины многие из них тоже стараются остаться в сторону. Но это факт. Лидеры часто не обращают внимание. Это то, что это приводит к одиночеству своей жизни. Даже одиночеству своей семьи. Они тоже обычно слишком заятые в церкви, а он приходит поздно и так далее. Он просто оттушен от всей семьи даже. В таком одиночестве, я знаю такого руководителя, который приводил людей, окружал себя своими друзьями. И его друзья же, они очень много его разочаровали. Предали их очень часто. Дух иуды своей же существует. Они делали им очень много трудностей, и очень много неприятностей, что они решили их подать часто. Есть такая женщина, как Катер Кулман. Очень помазанная женщина. Очень помазанная. Она была замужем 20 лет, а потом разошла. Но в нашем поколении, в 20 веке, наверное, нет человека, который был используемым Богом, как она. Нет у кого было больше помазанной, чем Катер Кулмана. Она работает очень много, 16 часов. Она, отец, знает Духа Святого, но она чувствовала постоянную горечь под одночеством. И когда она умерла в возрасте 69 или 67, люди сказали, что одно из причин, потому что она была однокая. И многие, 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 многие. Есть такой человек, Александр Боуи. Он тоже умеет одно, 16. Есть Александр Желек. Эти все люди были покинутыми. Потому что они слишком себя оденяли, слишком много. Допустим, у меня были такие ситуации здесь. То многие люди, которые я начинал быть близко, они начнут хорошо себя проявить. Помню, что подошли ко мне некоторые лидеры, я говорю, что, может быть, нужно просто поставить эти люди подальше. Но я уже помню историю с этими людьми. Поэтому я говорю, если я начну удалять людей от себя, и говорить, не быть свободны с людьми, я знаю опасность, которую это приводит. Поэтому я больше сторонник тому, чтобы я буду народом, чем удаляться от народа. Есть лидеры, когда они приходят в церковь, не то, что они вас не приветствуют. Значит, если вы их приветствует, они вообще не отвечают. Они очень серьезные, они лидеры, они помозаны, потому что они не отвечают с помозами. И есть причины в этом. Но это потом может привести к крайности. Не надо ограничивать себя, не надо отлучать себя от народа. Дьявол использует это все. Есть бесы, которые потом это используют. Да, конечно, ты должен заниматься словом. Да, ты должен заниматься молитвой. Но дьявол специалист, чтобы использовать такие слабые стороны человека. Конечно, это не говорится о том, что ты только будешь с людьми, и ты не будешь молиться. Нет. То есть ты должен все равно проводить большее время с Богом, с человеком. Но я говорю о том, что когда ты начинаешь, замешав в себе однощество, есть такое служение, Рейхан Бонки. И есть у него там одна женщина, одна лидер молитвного служения. Ее зовут Сузет. Она немка, и Рейхан Бонки тоже, амин немец. Они имеют такие собрания, где присутствует иногда полтора миллиона человек. Но она говорит, она приходит домой после таких служений, когда 30-30 лет, 100-100 тысяч человек она приходит домой и плачет одна. Но после всего это грандиозно, она одна. Одно хорошее решение на это все, это то, чтобы иметь семью все-таки. Потому что у нее тоже нет семьи. Но когда она молилась об этом, Дух Святой ей просто сказал, почему ты разрешаешь, чтобы плод Тебя господствовала, что я Дух Святой всегда с тобой. Я лучший друг. Ты должен научиться общаться со мной больше. То есть не дать плоти возможность. Просто общаться с Духом Святым. Но дело в том, что эти люди знают этот факт, очень часто. Не то, что они не общаются с Духом Святым, они общаются с Духом Святым именно на служение, для служения, для помощи. Это все одностоство, допустим, приходит к ним во время усталости, допустим. Когда они не могут болеть, и так далее. Ты не можешь нагреть себя все время. Это тоже тяжело. Во время, когда они расслаблены. Я хочу посмотреть еще в другую сторону этого вопроса, когда это случилось с Иисусом по другой причине. Вот Матфея 26 глава, 36-38 стихи. Допустим, есть один проповедник, который умер, в конце концов, от алкоголя. Он умер алкоголиком. Он всегда имел эту слабость. И Бог его освободил от этого. Он стал великим проповедником. Но во время одиночества. Откуда он во одиночества слышал? Потому что он ездил по странам чтобы проповедовать в Крусейд. И когда он проповедует, потому что он поможет им, все его близочесторонники, все его братья и сосны. Они имеют общение, или доступ к нему. Они снимают другие номера, даже другие гостиницы. Он одевает другие консервы, чтобы малейство, чтобы бить сбоку. Если даже они вместе в одном гостиницы, они снимают другой этаж, вообще. Это просто ему дать время быть один. Он счастлив стал, ты бывал один. И есть время, дорогой мой, ты не можешь быть в духе своего времени. Ты не вынесет это. Твоя плод не вынесет это. Есть время, когда ты просто расслабливаешься. Есть время отдыха. Есть время, когда ты не всегда силен. Даже когда ты один. Даже когда ты молится. Даже во время поста. И этот человек, из-за этих обстоятельств, он был один. Он не жаловался. Он думал, что ему помогают, чтобы он был, чтобы люди ему не мешали и так далее. Он не знал, когда дьявол, солка его, он начал пить. Представляете себе, он проповедник, который пил в течение, пошу-шу-шу, конечно, в течение 10 лет, и люди его окружающие не знают. Почему они не знают? Потому что они создали ему эту ситуацию одиночества. То есть они думали, что они ему помогают, но на самом деле дьявол уже его ловил давнедавно, а даже они даже не знают об этом. И это дошло до такой степени, что он начал приходить на его курсы, на его собране пьяным, потому что одиночества. Есть многие проповедники, которые начали падать в грехи, допустим, при любом одеянии и так далее, в гостинице и так далее, потому что их поселили один и так далее. И разные ситуации бывают. Вы должны быть осторожны от того, чтобы быть слишком духовно. Это потому что то, что он приводит к этим вещам, это супердуховно. Или мы хотим быть очень поможем, сбоку, ящу, бить сбоку, все время ящу. Надо всегда иметь лучше, конечно, всегда иметь люди вокруг тебя. Хотя бы не сколько человек, которыми ты можешь молиться. Чтобы ты не шуувал одиночества все, верно. Одиночества приводит к разным вещам. Даже, я говорю, в основном вам великий проповедник, потому что они больше мне, они больше известны. Когда большая женщина выпадает, все слушают. Но когда это происходит с маленькими людьми, никто не слышит об этом. Но я знаю, что это тоже происходит на уровне, знаете, домашних групп, в церковном уровне. То есть такие вещи, искушения тоже есть. И как лидеры домашней группы, лидеры служения, или лидеры, какие бы вы не едины, отторгайтесь от одиночества. Не только в церкви. Я не говорю о том, что тоже идите в мир, начинайте общаться с мирянами. Но у вас должны быть братья и сестры. У вас должны быть отъявить помощники, которые мают вас, которые вы готовы, чтобы заморачивать вас и так далее. Допустим, в жизни Иисуса у него тоже был такой момент один раз. Момент одиночества. Но у него было по другой причине, потому что трудность пришла. Это еще другая причина, почему одиночество постигает лидерам. Часто такая ситуация, когда у лидера есть видение, которое очень сложно людям понять. Слава Богу, конечно, за мою жену. Но она мне не сказала это, она только мне это говорила. На лидерском языке я сказал. У меня было... Бог просто мне проговорил о том, чтобы создать такое общество или организация мировая, которая будет брать миссионеров из африканских стран или из развивающихся стран, готовить их «Зачем мы здесь еще не...» «Что, Украина уже спасена, что ли?» «Значит, Кив еще не спасена, а он идет по всему миру, понимаете?» «Они всегда понимают, да...» «Они всегда понимают, что...» «Зачем мы взяли миссионеру?» «Нету, что...» «Нету, кому это делать?» «Дэто другое». «Может, на Западе там...» «Они же ближе к себе». «Мы не знаем, почему Бог делает, что он делает...» «Они обычно, когда лидеры приносят какое-то видение...» «Это видение может казаться слишком громадным или слишком большим для его окружения». «Когда я говорил это видение, оказывается, что моя жена не поняла, она не верила. Но она мне не говорила это, она просто говорила, «Слава Богу!» «Мой друг, который работает в МИС, и я ему послал факс, потому что я друг, который мне говорил, свежисленный, и я ему говорил, рассказал об этом видении, потому что они работают в этом направлении. И он мне говорил, «Ты знаешь, я сейчас знаю, что ты точно слышишь от Бога, потому что Бог только что судьи сами нам говорили в Америке, а он американец сам, но он говорил, что Бог говорил это еще другим миссионерам, африканские миссионеры в Америке, и что они уже соединили, чтобы работать в этом направлении, и что они еще раз мне звонили, чтобы приехать сюда обсудить, как это двигать. Когда босса слышала это, она сказала, «Да». А когда я это, она только тогда мне сказала, что, «А я думала». Короче, такие вещи всегда бывают. И люди вокруг него не понимают чего. Вроде бы они с ним, но они уже давние-давно не с ним. У него нету одно направлении и так далее. И он не может найти единство с ними. Это уже одношество получается. Вместо того, что все молились, за одну сель, они молятся за свои вещи, которые они верят, что возможно. Он получается один, пробивает это все. А если в духовном мире это уже один, все, физически это уже дало времени. Поэтому, если вы лидеры домашней группы, или какие-то группы, группы в единстве с вашими людьми, в вашем видении, в вашем направлении, и есть некоторые лидеры, которые делают такие вещи, что их сторонники, так сказать, быть против них, все против него. Если ты уже один в духовном мире, ты уже стал одиноким, все. В физическом очень быстро это осуществится. Допустим, посмотрим в жизни Иисуса, как это было. От Матфея 26, 36 стиха, 38. Потом приходит с ними Иисус на место, называемый Гефсимания, и говорит ученикам, посидите тут, пока я пойду, помолусь там. И взяв с собой Петра, и обоих сыновей заведевых, начал скорбеть, и тосковать. Тогда говорит им Иисус, душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь, и будьте со мной. И отошучи немного, пал на лицо свое, молился, и говорил, ой, шимой, если возможно, доминует моя шаша это, прошив, не как я хочу, но как ты. И приходит к ученикам, и находит их спященник, и говорит Петру, так ли не могли бы один час бодословать со мной, бодосвете, и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плод жене мощна. Еще раз дальше мы считаем, еще отошедший, вот в другой раз, молился, говоря, ой, шимой, если не может шаша это миновать моя, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И пришел, находит их опять спящими, ибо у них глаза отыжелели, и оставив их, отошел опять, и помолился в третий раз, сказав, то же слово, когда приходит к ученикам, твоим и говорит, вы еще спите, и пошевайте, вот приблизится сейчас, и Синь, железнодороженский, придается в руки грешников. Посмотрите, пожалуйста, на целое событие, которое разворачивалось, до ареста Иисуса Христа, до его заквадрения. Он выбрал из его учеников самых верных, самых сильных, чтобы побить с ним, и подосовали с ним, и поддерживали его морально, и духовно, также в молитве. Вы видите, что случилось? Это была слишком большая задача для этих даже учеников, которые считаются самыми верными. Это была слишком большая задача для них, и когда они пришли на место испытания, Иисуса остался один, они спали, вместе с ним молились, вместе с ним. Они не могли потянуть это ведение. Божь Иисуса призвание, и о ждении Иисуса сейчас, о чем Иисус уже молится сейчас, его бремя сейчас уже была слишком большая для Атанеха. Уже не так. Поэтому он приходит первый раз, они уже спят. Вместо, чтобы они поддерживали его, они спят. Представляете себе, какое одночество в этом духовном мире? Они все должны были молиться, а они не молятся, он копает один. Он чувствовал это в духовном мире, что это слишком давит на него, и он пришел. Он говорит, что, а, вот почему. Оказывается, что эти ребята просто остеют. Он разбудил, дорогие, подреживая, я прошу вас, помогите мне. Он пошел опять молиться, и ребята опять уснули. Эта картина говорит нам что-то. Видите, последний раз, когда Иисус уже пришел, Он уже говорил им, что вы еще спите? Хорошо. Раз вы спите, теперь уже пришел сейчас, все начало, чтобы вы еще с кем уйти, быть арестованы. И это уже конец. Ему не помогли, и ничего не помогло. Дорогие мои, будем знать это. Одна из причин, которая толкает людей, лидеров, это как бы естественная причина. К одному жеству, когда люди, которые окружают его, не могут понять его видение, когда они не могут видеть, как он видит, когда они не могут знать, почему он это делает. И в таком случае, что лучше делать, что нужно делать, надо просто сесть и поговорить. И поэтому, как лидер этой церкви, если вы что-то не понимаете, из тех, в чём мы делаем, вместо того, чтобы идти из единства, вместо того, чтобы не поддерживать, чтобы молиться за это дело, и так далее, если вы не понимаете, это, вы чувствуете, что я не могу молиться об этом, вы просто подойдите к украинству и говорите об этом. Лучше, чтобы лидер не рассчитывался на вас, чем он думает, что вы держите пост, а вас уже давно там нет. Лучше просто открыться, говорю, что я не понимаю это вредение, я не могу двигаться в этом направлении. Тогда он будет знать, как ему найти выход. Если вы дали ваше слово, и относитесь к вашим тоже помощникам таким же образом. Если вы уже дали ваше слово, вы должны быть верны до конца. Так, давайте откроем Филиппий, сам 4. Вы знаете, Филиппийцы, что в начале благоверствования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и приятием, кроме вас одних. Вы и в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу. Заметьте, что Павел говорит. Он говорит, что вы знаете, Филиппийцы, что в начале благоверствования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и приятием. Оказывается, что Павел, который проповедует, который имеет помощь, который делает великое дело для Бога, оказывается, что у него были финансовые проблемы, очень ужасные финансовые положения. Он начинал очень много церквей до этого. И у этих церквей есть деньги, но они никто из них не видели. Потому что они не были близко к нему, насколько кроме этих филиппийцев, которые видели его нужду и дали ему. Не то, что эти люди не хотели бы это делать, но они не видели эту нужду. Они думали, что, о, есть вам проповедник, у него все есть, то ему не надо помощь. В общем, многие приходят к вам в домашние группы или ваши служены, они говорят, о, это же лидер, а у него все должно быть. У них дома есть лишние картошки, лишний рис, лишние вещи. Но они даже не считают, что это нужно брать с собой. Потому что они думают, о, если это все, у него есть лидер, тогда все в порядке, у него все должно быть. А вы, конечно, каждый раз приглашаете на шай. Слава Богу, улыбайтесь к нам. Говорят, что у него всегда улыбается. Все, слава Богу, значит, все хорошо. Но на самом деле, нужда есть у вас. Но это не было видно, потому что они не насколько открыты, они не насколько доступны, и они не насколько близко к вам, чтобы это видеть. Это одиночество. Допустим, в этом случае, я думаю, что Павел был слишком занятым его видением. Он был слишком занятым реализацией того, что Бог ему, и что у него не было времени. И, ну, терять время или общаться постоянно, или быть с кем-то. Но слава Богу, что филиппийцы увидели и дали ему их подаяние. Я думаю, что решение для этого лучше, чтобы каждый из нас, каждый из нас, каждый из нас, каждый из нас, нашел и имел друга, хорошего друга, который, кому ты можешь все открывать, все в твое сердце сказать. Может быть, не обязательно твой старший, не обязательно твой младший, но найди человека, который друг, именно друг, вы знаете, что такое друг? Друг на самом деле. Может быть, даже из другой церкви, может быть, даже, но человек предпочителен своего ранга, человек своего класса, который ты можешь очень свободно общаться и очень полезно, дорогие. Потому что есть некоторый вопрос, допустим, в этом случае, это вопрос финансовые недостатки, материальные недостатки, мушила Павел. Но Павел сначала путешествовал с кем в Анавы, да? Он оставил его и поехал, и так далее. И у него нету человека, с кем, наверное, он мог бы это поделить. Вы должны найти человека, кому вы можете все открыть. Есть некоторые люди, которые окружают меня сейчас, друзья. Не все я бы хотел, не со всеми я бы хотел общаться, серьезно, если правду сказать. Не со всеми я бы хотел общаться, потому что есть некоторые вещи, которые я не воспринимаю в них, но я вижу, что для меня, чтобы избежаться от одиночества, и чтобы есть кто-то, кому, кто мог бы мне корректировать, исправлять, кого я могу слышать совет, я лучше их держу там, шем, удаляйся, и патерпеть, урон, бухом доме. И так как улучшать, надо просто вибра, что тебе надо рожать. Это одинокий, вроде бы улы, тебе кружен. Но они ужили, такие, что они уходят, как свои дроги. Поэтому я думаю, что это было бы полезно, что мы видим, как разница, буха, какие дроги. Конечно, я желаю, что я ловек от одного поля, вы просто дроги, которые вам не могут, что разница, и наоборот. Когда вы будете всегда себе молиться, которые каждый день вы будете дать обед. И Ионафан, и Давид, которые знали друг друга и дали обед друг другу, подерживать друг друга, чтобы каждый день, ты знаешь, что это мой партнер. Молиться за меня. Молитвенный партнер. У вас должен быть такой молитвенный партнер. Это полезно. Это что касается длинночества. Другая опасность, которая существует, опасность семьи. Семьи проповедника или семьи духовного лидера. Если духовный лидер имеет семья, очень часто тяжело найти как бы середину между твоей семьей и служением. Есть много успешных, великолепных проповедников, которые делали подвиги для Бога, но они потеряли свою семью. Есть много проповедников, которые спасли мир, но свои детей не спасли. Вы представляете такое? Ора-робот, допустим. Первый евангелист в Америке, в историю Америки, можно сказать, в настоящем истории Америки. Я не считаю это временем Джорджа Финни и так далее. Но настоящий человек, который жил в крупных делеграммах. Он жил с такими людьми, как Линдзе и Абрахам и так далее. Они все умели, но он единственное, что остался жить. И он лично возлагал руки на полтора миллиона человек, на 2 миллиона человек из-за исцеления, которые документировали, которые он возлагал руки. А которые были спасены, что больше, что может быть 10 миллионов человек, он привлек бы. А его сын умер наркоманом. Потому что ему было некогда. Было слишком много требований на него, слишком много приглашений. Он не был в семье вообще. Он не мог остаться в семье. Он все время врага ездить, проповедовать. Он был слишком погружен с людьми. И не только он. Есть такой человек, Александр Желек. Он был таким мужем веры, великим, что... Некоторые думают, что он был боже, чем Смит Уйгуспорта. Насколько он был великим мужем боже. Но когда он умирал, остался с ним только его жена. У него было где-то еще 13 детей, потому что 2 жены у него было. А все дети, первые жены, когда она умер на этот раз. Все стали врагами, чтобы его отца. Их, опять, привлекли в Вест-Южную Африку, кубоку. Северную Америка. Он был из-заменитым, проповедливым, как он спасал всех. Но его сын у него не мог. Супастый. Потому что он был слишком преданным служением. То есть, какая была ошибка этих людей. Потому что они перегиб были на сторону служения. Но есть некоторые люди, которые имели перегиб в сторону семьи, допустим. Очень многие люди также призваны на служение. До того, как они женились, они имели чудесное служение. Но как только что они женились, потому что они были слишком преданы с ними. Они потеряли все, что у них было в служении. Какой же должен быть баланс? Если вы считаете книги таких людей, как Йонг Гишо и современные проповедники, сейчас считают, что лучше так, в какой порядок должен быть. Сначала должен быть Бог, жизнь лидера. То лидер должен сначала иметь отношение с Богом. Лишнее свое отношение с Богом. А потом на втором месте должна стоять семья. И на третьем месте должно стоять его служение. Церковь или что-то. Да, вроде бы это обтуманно. Это очень много помогает многим людям. Они уделяют больше семье, чем служение. Но проблема с этим решением в том, что нету библейского основания на это. Допустим, я на сегодняшний день уже действую по этому принципу. Но я стараюсь не перегибать. Я стараюсь не перегибать. Я стараюсь не перегибать. Чтобы мы на учебе, семья, и надо уже найти конкретные компромиссы. На каком месте должно стоять свое служение и твоя семья. Многие из вас, вы пришли к Богу. И конечно, Бог много делал для вас. Он спас вас. Он очистил вас. Он, you know, исцелил вас. И вы сказали, вы уже плевались на вашего мужа. На все уже плевались. Бог с ним. Я молюсь, конечно, за них. Конечно, да вы молитесь за них. На первом месте стоит Бог. Но то, что ты родил в церковь, семь дней в неделю, и муж жил и еле подъявили то, как надо спишь, это уже не Бог. Я говорю, чтобы мы начали с нашего уровня, а потом мы будем возрастать. Это уже не Бог, дорогой мой. Это уже служение называется. Есть разница между отношением с Богом и отношением к Божьей работе. Есть разница между Богом и Его работа. Есть разница между Богом и Его делом. Я хочу вам сказать, что многие из вас, вы говорите, что это с Богом, Богом, Богом. Но на самом деле, ваше отношение с Богом не больше, чем двух или трех часов в день. Ваше личное отношение с Богом. Остальное, вы имеете дело не с Богом, а с Его работой. То, что занимает больше ваше время, это не Бог, а это Его дело. Да, Божья работа, Божье служение, это очень хорошо. Но вы не должны служить Богу в ущерб вашей семье, по-моему. Первое посланное Симфонфею 5, 8. Библия говорит, если кто о своих и особенно о домашних не заботится, тот отрекся от веры и хуже не верующего. Если кто о своих и особенно о домашних не заботится, не заботится, то хуже, чем не верующего. То уже отрекся от веры автоматически. Наша семья не должна страдать, потому что мы служим Богу. Наша семья не может запретить нам служить Богу, но наша семья также не должна страдать. Вы должны делать свою счастье. То, что от вас зависит, вы должны делать. И я вам скажу, почему эти люди говорят, что нужна сначала семья, а потом служение. Потому что они понимают, что если они потеряют семью, автоматически служение выбивается. Потому что Библия говорит, что человек, который не может наладить порядок в своем доме, не должен править домом Божьим. Каким тогда ты будешь лидером, если твоя семья уже разваливается, они в конце концов тебя тоже снимут. Бог тебя снимет, даже если кто-то тебя не снимет. Бог тебя снимет с лидера, если ты не мог порядок наладить в своей семье. Поэтому дьявол будет атаковать семьи христианской. Поэтому, дорогие мои, я, конечно, пастор, я призываю вас служить Богу, приходите на то, приходите на то другое, но вы должны знать сами, что вы еще имеете семью, что есть какая-то требованность, какая-то ответственность, которую вы несете перед вашей семьей. И не предупреждайте вашу семью, чтобы служить Богу. Знажды я запретил мою жену с одного служения. Раньше это было наоборот. Я уходил, а теперь мы договорились, что я должен прийти. Обычно многие служители, как они делают, между мужем и женой, людьми, они имеют какой-то выходной. Один день, выходной неделю, когда они живут с семьей, чисто с семьей, но нету церкви. Они даже выключают телефон в это время. Только с семьей, чтобы побить с семьей. Это хорошо. Мы с боссом договорились по-другому. И мы договорились, что в те дни, когда у нас нет служения вечером, в вторник, в среду и в пятницу, что я буду приходить раньше домой. И все эти вещи, а мы будем проводить в месяц, в семье. Я буду с семьей в это время. Месяца или три месяца. Я вижу, что я закончил в офис раньше. Прихожу домой в вторник, и нет. Среда, и нет. Она приходит, и я уже сплю. В пятницу, и нет. Она приходит, и я уже сплю. Что такое? А я однажды, я уже прихожу. Вообще. Все. У меня нету жены. Или что-то получается? Представляете? Это я пастор. Я пошел в это. Я говорю, что мне делать теперь? Я уже свою жены, а я уже не вижу практически. Серьезно? Это я пастор. Тут она мне стукнула в голову. Представляете? Если муж вообще не верующий в таком случае. Да? Если муж не верующий в таком случае, что тогда будет? Это не нормально. Она пришла. Я говорю, ты знаешь, если бы я не был пастором, я бы тебя запретил. Потому что в вторник она идет на хор. Среда она идет в проставление. В пятницу куда идут? Да. А в пятницу ор. А в воскресенье? Естественно. Нету времени. Потому что субтарная домещина. А в субботу мы спали домещина. А потом я либо в бизнес-клуб или куда-то. Я говорю, если бы я не был пастором, я бы тебя запретил. Либо от ора, либо от проставления. Потому что надо жить дома какой-то день. Ну, наконец-то. Мы стараемся решить эту проблему. Это нужно решать. Перегружить себе работу и в церкви. Не надо нахватать слишком много служения, чтобы у тебя нету потом времени для своей семьи. Один-два служения в церкви, слава Богу. Это тебя не оторвать от... Но если ты один с ребенком или просто один или одна, слава Богу, делай, что ты хочешь. Ты распоряжайся в свое время. Поэтому Павел говорит, что человек не женатый, то лучше не быть не женатым, чем женатым. Потому что если ты хочешь служить Богу, лучше быть свободным. Ты уже женат, получается, уже имеешь ответственность. Но, конечно, тебе лучше не женится, если твой оплот не ведет жить. То, что касается нас. Давайте мы будем проводить эту область нашей жизни в порядке. Хорошо? Евангелие от Матфея 12, 46-50. Люди, которые начали удалять слишком много внимания, потому что нужно семье сначала удалить внимание, а потом служение. Не очень балансировано. Они пренебрегают этот факт, который мы этим считаем. Они не обращают должное внимание на это, что Иисус это говорил. Нелевык, как будто они это не видят. Допустим, когда вы считаете книгу, то есть самый Йонгишо, он не упоминает это место. Мы помним, что, конечно, Дух Иисус Христос, то, что Он говорит, не подлежит вообще вопросу. Это есть основание всей нашей вероучения. 46-го стиха. Когда же Он еще говорил к народу, Мать и братья Его стояли вне дома, желая говорить с Ним. Некто сказал Ему, Вот Мать моя и братья Твои стоят вне, желая говорить с Тобой. Он же сказал в ответ, Говорив с Ему, То Мать моя и то Братья Мои. И указав рукою своей на учеников своих, сказал, Вот Мать моя и Братья Мои. И вот кто верует, то будет исполнять волю Отца Моего Небесного. Тот Мой брат и сестра и мать. Кого Иисус называет Своей семьей? Христианская. Иисус, так и получается, на первом месте вещей. Семья, духовная семья. Чем физической семьи. Вы представляете себя? Именно такая рассылка идет у Иисуса. По этому месту. Вы думаете, что это случайно случилось так? Розвольники пришли, Его семья пришла. Это не случайно. Это основание. Иисус этим случаем хотел сказать, именно учит у учеников что-то, какую-то истину. Он учит нам какую-то доктрину. О том, что духовная семья все равно. Родство. Наше родство с вами. Я более близко к вам, чем любой моей семьи. Члену моей семьи. Потому что после смерти мы с вами продолжим забыть семьей одной. Но они, you know, уже все оторвались. Если они не будут верующие. Поэтому единственный способ, как моя семья может иметь такое же право, как вы имеете со мной, это если моя семья тоже не будет верующей. А то, по-любому, получается, что духовная семья более сильная, более близость получает. То есть, и самая Библия говорит, что она запутается о товарищем своей. Противоречие, да? Теперь давайте посмотрим вопрос о противоречии. Теперь с одной стороны Иисус говорит, моя семья это есть те, которые исполняют волю Бога. А с другой стороны говорит, кто не заботится о своей семье, кто уже вообще не верующий. Ну что ж, противоречие? На первый гляд может быть да, но на самом деле я тут не вижу противоречия. То же самое. Это то же самое, как Иисус тоже говорит. Но я не вижу в этом все противоречие. С другой стороны носила еще одна медаль. Это не противоречие, дорогие мои. Допустим, если кто говорит, что я верующий, так? Но для меня моя семья стоит на первом месте. Мы, церковь, только семья, моя семья стоит на первом месте. Это значит, его семья таким образом может очень быстро превратиться, вы знаете, в идол. Есть такие, я вам скажу. Есть некоторые, которые вообще живут только ради семьи. Можем быть, мужем, они уже, они уже не поклонаются. Это семья, о, семейная семья, для меня, это я семейный человек. Но, Библия говорит, что когда ты спасен, ты знаешь, что у тебя есть семья по плоти, но у тебя тоже есть семья по духу. Но если ты хороший семья по духу, если ты хороший семья по духу, ты будешь исполнять волю богатого. Иисус говорит, моя семья, мои братья и сестры, есть те, которые исполняют мою волю. Что такое его воля? Это его слово. Допустим, вы выбрали Бога, и вы сказали, что я выбрал семейное единство прежде всего. Это значит, вы поставили на первом месте церковь, так? Иисус говорит, если вы поставили на первом месте место, есть мои братья и сестры, есть те, которые исполняют волю мою, а самую волю безденную. А это значит, исполняют его слово. А что его слово говорит? Его слово говорит о том, что если вы действительно искренне берющие, вы будете заботиться также о вашей плоске в семье. Вы видите баланс? Вы будете любить Бога так сильно, но христианин, это будет ваш характер, это будет ваша обязанность работать о вашей семье земной земли. Это не противоречит. Потому что ваша любовь к Богу, ваша преданность Богу будет составлять вас. Вы будете видеть еще больше вашу ответственность перед вашей земной. Это не о жестокии к земной семье, а это еще больше способность любить свою семью, еще больше Божьей любовью на этот раз. То есть человек наоборот не может говорить хорошо, я верю в Бога, я только духовная семья признаю и в это время он говорит, что я верующий, а его семья и его дети голодают. Представляете такое? Он не верующий, получается, потому что он не исполняет элементарное слово Божие. Заботится о близких, даже близких. Всем будет первой, твоей близкой на твоей семье. А наоборот, если человек говорит, что я только семейный человек и служение потом, когда я смогу, то это тоже другая правила. Он говорит, ай, 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 Божий. Поэтому я все-таки думаю, что то, что Иисус говорит, мне больше вес. Потому что если ты будешь любить Бога Божьего, если ты будешь любить служение Богу Божьего, ты будешь знать, что это твоя естественная ответственность заботиться о твоей семье. Я не думаю, что есть оружие к христианам, которые не заботятся о своей семье. Но души этих проповедников, что случилось с ними? Поэтому давайте придем к ним. Они были насколько преданы служению, это тоже упущение, что мы оставили детей с женой, что пускай мама и питывает детей, а мы посвятили себя служению, забивая о том, что и мама тоже нуждается в заботе. И в любви тоже, перегиб получается. Другой вопрос, кто оставляет семью ради Евангелия, тот получит сто раз больше. Получается, что Иисус дает разрешение, чтобы оставить родителей, только чтобы получить сто раз больше. Но видите, если вы будете читать предусловие всю эту историю, Иисус говорит как раз до этого времени, что я принес мир не мир, я принес мир меш. Что он имеет ввиду меш? Меш это как слово Божье, когда ты принимаешь веру, очень часто получается так, что это приносит разделение между тобою и самым тебе родным человеком. Твоя мама или твой муж, когда ты принимаешь веру, переходишь из сознания тьмы в другое сознание. Человек, который не спасается, он не понимает это, он стал твоим противником полностью. В этом случае, Слово Божье, уже стал камнем предыковения, уже меш в этом случае. Разделил между другами. В этом случае, из-за твоей веры, ты отказался лишенный от твоей семьи, то ты венешь оставить твою семью. Ты венешь потерять твою семью, потому что ты принял веру. Если так с тобой произойдет, то ты получишь еще сто раз больше. Ты хочешь получить больше сто раз, тогда оставь твою семью. Нет, это жестоко сбок не жестоко бог. Но есть такие случаи, когда Евангелие становится камнем предыкновение, как меш, когда они от тебя принят, они откидываются от тебя. Потому что ты потерял этот урон, и ты не подошел за Иисусом с тобой вновь, ты не выбрешь семью. Ты не оставь семью и обычно что они делали? Или я, или твою богу. И богу говорит, если ты так будешь с тобой, то ты получишь историю раз, не борься, что ты теряешь твою семью, и твою ты получаешь все равно не сравни на больше. Потому что ты так думаешь, либо я, либо богу. Они себе даже одно уровне ставят себя с богом. Либо я, либо твой бог. Но в этом случае, если ты сможешь выбрать не его, потому что если ты выбираешь его, ты оставишь бога. Ты вообще теряешь все, не только в этом мире, и веке веком. Но если ты будешь достаточно мудрый, чтобы выбрать бога. Ты знаешь, что бог тебе отдаст много матери, церкви, много сыновей, и так далее. Когда я уверовал, мой папа говорит, ты выберешь либо это фамилия, потому что он думает, что его фамилия это престижная фамилия, либо это дом, это фамилия, либо твой бог, твоя церковь, он говорит. Потому что он тоже верующий считался. Туя знал, что надо выбрать бога. В этом случае они конца конца каются и служат этому же богу, который они не хотели, чтобы ты служил. Но есть опасность в этой семье, в том, что с этими людьми, как Ора Роберт и так далее, что они делали? Они думали, что он сам говорит об этом. Я слышал его. Недрисвенно что у меня есть один сын. Потому что у него еще есть другая дочка. Она умерла один день с мужем в ее катастрофе. Но они были верующие. Но он знал, Бог ему говорил, Бог мог бы ему сказать, но он не мог это предоставить. Он говорит сейчас что у меня осталось один сын. Я очень не желаю чтобы молодые повторяли мои ошибки. И ошибки других многих верующие. Это вторая опасность которая третья опасность которая опасность со стороны критики. Опасность духовному руководителю со стороны критики. Вообще-то я не понимаю когда верующие критикируют лидеров. У них достаточно много критиков. Достаточно сильный критик, клеветник. Дьявол есть клеветник в Библии が у меня слишком много нападений и атак против духовного руководителя. Поэтому я не думал что нам К этим всем, чтобы им еще стало хуже. Но, конечно, атаки и критики, которые более бонны для духовных руководителей, это те атаки, которые идут от их братьев и сестер. Это более бонны, чем то, что дьявол делает. Не уделяю внимание на то, что дьявол делает, но когда это уже делает братьями и сестерами, это, конечно, неплохо. Галатам 5 глава, 15 ст. Если же друг друга угрызайте и съедайте, берегитесь, чтобы вы не были исправлены друг другом. Если же друг друга угрызайте, мы не должны угрызать друг друга, грязи поливать друг друга, и съедайте, берегитесь, чтобы вы не были исправлены друг другом. Тут истребление может идти к христианам и лидерам, не от разгрызнения и объедания со стороны неверующих. Критики идут обычно не только от верующих, критики идут в основном от неверующих. Но там написано, чтобы вы не были истреблены друг другом, только мы можем друг друга уничтожать. Чужие не могут нас уничтожать, но только мы друг друга можем уничтожать. То есть критики со стороны верующих, вратов и сестер, как стрелы, которые проникают в сердце, в глубину сердца, и она приносит более глубокие раны. Стрелы дьявольские, мы будем говорить, что у нас есть щит веры, чтобы отражать всякие стрелы лукавые. Дьявольские стрелы, мы имеем щит веры. А когда это уже идет от верующих, в какой щит тогда мы будем идти вечно. Поэтому только быть истребленным. Поэтому Бог говорит, что не истребляйтесь друг другу. Очень многие люди не могут вынести такие критики. Да, есть исправление, есть советы. И мы должны исправлять друг друга. Но мы должны заниматься критикой. В Америке, я знаю, не только в Америке, по всему миру. Есть некоторые проповедники, которые строят все... Суть их проповедей все время, это чтобы критиковать других людей. Они даже не проповедут Слово Бого. Они ищут что он делает неправильно. Что тут не делает неправильно. Ищут постоянно, что это делает неправильно, что там делает... И чтобы только отаковать, атаковать, откритиковать других людей. Но мы не призволили на это. Аминь. Мы призваны на то, чтобы проповедовать слово Иисуса возвышать Библия говорит, вы роды избраны А со званой священства Люди взяты в удел, чтобы Восвещать славу призвавшего нас Видите, у нас есть только одно задание Восвещать, чтобы Восвещать славу призвавшего нас А то, что они возвещают славу Бога Забудьте об этом Да, мы можем указать на ошибки Люди и так далее, но Вы не представляете себе Насколько верующие для Друг друг гадостей Вы просто не представляете себе Нанимают в Америке Счастные детективы, проповедные Пастора против пастора Нанимают счастные детективы Чтобы исследовать за жизни друг друга Чтобы грехи выявляли А потом опубликовать это в газете Ужасно, просто они надо Говорят некоторые вещи Умунность по стужиму, когда Ты приходишь к Богу, наоборот Надо ему помочь скрывать это Причут статьи от друг друга В Мирской газете Причут статьи против друг друга Потому что они, чтобы их церковь было больше Моя церковь должна быть самая башар в городе Моя церковь должна быть самая авторитет Что же это самое Из-за конкуренции Из-за конкуренции Люди падают Когда это уже происходят, я вам скажу Они сами уже не знают Что происходят с ними Потому что дьявол использует Критики Стои должны адрежимы Духом критики И есть такие люди Они просто адрежимы Духом критики Они никогда не шеварошивают Ну у кого? Плохо, плохо, плохо Плохо Ты не должен быть таким Аминь? Не будь адрежимы Духом критики Свои слова должны донести людям Наследание Ободрение И любви Халлилуйя Знаете, если ты видишь То вещи, которые люди неправильно делят Стараются корректировать Поддерживать Любовь всего покрывает Духом критики Любовь всего покрывает Но это факт Первое в Тимуфине Пятая глава Девятнадцатый стих Обвинение На просветителя Мы и наши принимаем Как при двух Или трех Свидетелях Просветители Пасторы Я благодарю Бога за это местописали Сейчас люди приходят Чтобы с обвинением Критикой На андрес кого-то из лидеров Когда они это говорят Они обычно говорят Не скажи никому Не скажи, что я пришел Только между собой Только же Обычно я говорю Хорошо, спасибо О, это очень чудесно Спасибо Но я ничего не делаю Я даже не смотрю Присудительно На этого человека На кого они говорили Потому что я знаю Что это несерьезно Библия говорит То есть человек Есть просветитель Лидер Если его обвиняют Ты должен принять Его обвинение При двух Или трех Свидетелях Если ты имеешь Что-нибудь против Пастора Виктора Ты не только должен Бесменник Это говорит Чтобы А ты обе Два или три человека Могли подтверждать То, что ты говоришь И это значит То также сможешь Это говорить Перед ним В его глаза Бог говорит Это принцип Теперь Вы как лидеры Если вы слышите Что-нибудь о лидерах В этой церкви Библия говорит Даже не принимай Если это не будет Придвух или трех Свидетелей Если это не будет Подверждаться Несколькими людьми Даже не слышь Вы знаете Что это порождает Это все порождает Сплетня Порождает Сплетня А потом Сия церковь Покрыта Сплетня Слышишь А откуда ты знаешь Я слышал А откуда ты знаешь Я слышал А источник Получается Только от одного Источка Все слышали Ты должен Это принимать От любителей Библия говорит Люди Которые это видели Ушивицы Должно быть Два-три человека Которые Это знают Ты говоришь Я только один человек Был там Тогда Никто другой Не был Но дело в том Что если он это делает Он бы это уже делал Если Бог Очень раскрыт Тайну Или грех Кого-то Бог не раскрывает Греха Человека Когда он грешит Один раз Заметте себя Это Бог Набрешает Его самого Но он не раскрывает Грех Человека Другому человеку Только После одного раза Если Бог Уже принял Такое решение Чтобы вынести Это На ружье Чтобы другому Показать Значит Этот человек Уже Живет В этом грехе Это уже Неоднократно Ради Если то Что ты видел Ты один Это видел Он уже И это дело Тут же Мискокадач Другие уже Успели Тут же Это Фили Мы бы Говорили Что По двух Или трех Свидетелей Принимают Овинение Против Просвятерей Так что Нам не надо Стрелять На друг Друга Надо Ободрять Друг друга Другой